Примаковские чтения — это всегда событие в той работе, которую ведем мы у себя в стране, разумеется, не отрываясь от тех дискуссий, которые существуют в мире, по самым актуальным вопросам международной политики. И само имя Евгения Максимовича Примакова, если хотите, диктует минимально возможную планку этих дискуссий. Она не может быть пустой, она не может быть бессодержательной, она не может быть неконструктивной. И каждый раз примаковские чтения эту планку преодолевают с уверенным запасом, вне всякого сомнения. Я думаю, что Евгению Максимовичу было бы интересно, ну или как минимум было бы не стыдно за тех, кто сейчас под сенью его имени продолжает размышлять над тем, что происходит в мире, что происходит вокруг нашей страны. Но, конечно же, актуальность примаковских чтений кратно возрастает в нынешней предельно непростой ситуации. И я радуюсь тому, что год от года чтения прибавляют. Просто прибавляют с точки зрения и выбора тем, и обозначения ориентиров, и, еще раз повторю, содержательности дискуссий. Вот если посмотреть на программу нынешних чтений, то человек, ну скажем так, поверхностно воспринимающий международные отношения, наверное, удивится тому, что там нету отдельной сессии, посвященной событиям на Украине. Вот нет ее. Наши недоброжелатели, наверное, скажут, а понятно, они просто боятся браться за эту тему. Ни в коем случае. Просто Украина – это навязанная России, повестка дня, это не наша повестка дня, ее могло бы не быть, если бы Россию услышали бы в предыдущие годы, в том числе услышали бы то, что совершенно справедливо говорилось здесь, в этих стенах, на примаковских чтениях. Этого глубочайшего кризиса можно было бы избежать, а вслед за этим, конечно же, можно было бы избежать и глубочайшего кризиса в отношениях между Россией и Западом, между мировым большинством и Западом, между глобальным Югом и Западом. Россия, может быть, раньше, чем многие другие, уловила все риски, которые несла в себе глобализация западного сценария, западного образца. Мы первыми начали об этом говорить, но сейчас совершенно очевидно, что об этом говорим уже не только и не столько мы, и не только и не столько на такого рода авторитетных чтениях. Поэтому здесь нет той повестки, которую нам навязывают искусственным образом, но здесь есть в полный рост та повестка, которую мы считаем актуальной для нашей страны, которая отвечает нашему видению того, как должен быть обустроен мир. И поэтому здесь мы будем говорить и о Евразии, мы будем говорить об Африке, мы будем говорить об Азии, мы будем говорить о Латинской Америке, мы будем говорить о тех темах, которые реально интересуют все человечество, а не только Россию. И в этом смысл примаковских чтений, и в этом их большая заслуга.